Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники! Я Бабин Иван Васильевич, огородный садовод. Приветствую вас на канале Дача без проблем. Ну и как у нас уже установилась традиция, раз в неделю я делаю краткий обзор основных работ, на что нужно обратить внимание и не упустить. Ну, конец августа это горячая пора уборки урожая и заготовки различных консерваций на зиму. Я сам всегда много делаю заготовок в семье на зиму, и вам советую то же самое, все, что выросло, по максимуму переработать, чтобы зимой у вас в достатке было вкусных, полезных заготовок. Ну и делайте с небольшим запасом, мало ли что, как обстановка сложится в следующем году. Вдруг будет урожай не такой большой, или какие-нибудь природные катаклизмы, типа града, засухи или еще каких-то непредвиденных обстоятельств. Вы сейчас активно собираете помидоры. И вот, чтобы они еще быстрее у вас нарастали и созревали, с кустов старайтесь собирать все красные и бурые помидоры. Бурые складывайте отдельно в ящики, они у вас постепенно доспеют. И это будет гарантией, что новые будут быстрее подрастать и созревать. И исключена будет опасность повреждения их хлопковой совкой, колорадским жуком, который сейчас ботва картофеля высохла, или уже убрали картофель, и они переключаются сейчас, все жуки на баклажаны и помидоры. Ну и там, где прохладная погода уже установилась, бывают по ночам прохладно, туманы, роса, есть вероятность вспышки фитофторы. Поэтому я советую для профилактики собрать все бурые помидоры и обработать фунгицидом Reus Expert Garden. 6 мл на 5 л воды этим раствором обработать сотку. Ну и еще, собирая помидоры с сокровостных сортов, вот вы собрали нижнюю гроздь с помидорами спелыми, и все листья до следующей верхней грозии можете смело убирать. Но не убирайте все листья полностью с растений, потому что без них они, может быть, покраснеют у вас быстрее, но больше не подрастут ни на 1 грамм. Ну а верхушки у сокровостных помидоров сейчас можно уже удалить, даже если на них есть цветки и мелкие завязи. Вызреть они не успеют, но они на себя будут забирать много питания. Регулярно собирайте и перерабатывайте огурцы. И если вы нечаянно пропустили какие-то, они выросли крупные, и вам как бы не нужны, все равно их на растениях не оставляйте. Собирайте или скармливайте животным, или в компостную кучу. Это же относится и кабачков. Их также молоденькие, когда они сочные, регулярно собирайте, а все переросшие снимайте с кустов, или в компостную кучу, или животным, если они есть. Зимние сорта яблок и груш, которые будете собирать в сентябре месяце, если на лисях вы обнаружите повреждение паршой, если на деревьях есть поврежденные плоды плодовой гнилью, и встречаются отдельные плоды, поврежденные яблоной или грушевой полдожоркой, то я советую сейчас, еще не поздно, обработать от вредителей и от полдожорок, вот карагеном, эксперт гарден, 1 мл на 10 л воды, и в этот же раствор добавить 2 мл скоро, чтобы защитить от парши и плодовой гнили. Вы иногда волнуетесь и задаете вопрос такой, ну а если вот мы последнюю обработку препаратами сделаем, а там срок ожидания 2 или 3 недели, и как бы не успеваем вот этот выдержать срок ожидания, плоды соберем раньше, как быть, не переживайте смело, можете, если есть такая необходимость, обрабатывать, защищать свои деревья, и яблоки, и груши, вот пользу сорта слив, и собирать их в ящички, даже если срок ожидания еще не истек. Употреблять их будете в дальнейшем, когда срок этот настанет, то есть в процессе хранения после сборки препараты, которые, если даже они остались там мизерное количество на плодах, они просто-напросто разложатся, и вы потом смело будете употреблять в пищу эти плоды. Но главное, вы их вовремя спасете от вредителей и болезней, иначе поврежденные плоды просто у вас не будут храниться, их вынуждены будете или переработать, или выбросить. Еще немаловажный момент, если на деревьях, на яблоках, на грушах, на сливах, поздних сортов, есть поврежденные плоды плодовой гнилью, висят на дереве или лежат под землей, не оставляйте их ни в коем случае, собирайте и убирайте, или в компост, но не оставляйте их открытыми, а прикройте там сорняками или тонким слоем почвы, сантиметра три, или закопайте в почву на открытых участках, они перегниют, будет удобрение, или отвезите на мусорках, потому что споры плодовой гнили на этих плодах сохраняются и разлетаются, заражают новые плоды, но если вы их оставите на зиму, они хорошо, успешно перезимуют под снегом и заразят вам новые завязи уже в следующем году. Освободившиеся участки от культур, пока еще тепло, можно засеять седиратами, например, горчица, она быстро всходит и быстро наращивает массу. Половину килограмма или килограмм на сотку. Заделывайте на 2-3 сантиметра, храблями неглубоком. Ну, а там, где седиратовые, не будете использовать, а растут сорняки, их можно использовать в качестве седиратов, но только сорняки, которые не дают семян. Если сорняки сейчас с семенами начнут растать, их нужно сорвать или сжечь, или в компостную кучу, чтобы перегнили, иначе они осыпятся, семена, и на следующий год вам будут доставлять много проблем. Ну, вот я вам подсказал основные работы, которые по возможности нужно сделать в ближайшее время. Ну, а я на этом пока с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал Дача Без Проблем. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам хорошего, будьте здоровы, и хороших вам урожаев!